Привет всем, вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий, и мы продолжаем играть в Toilet Management Simulator. Очень внятно я это сказал, и естественно. Прошу прощения за предыдущую серию, и в принципе, наверное, прошу прощения за предыдущий House Flipper, потому что они вышли какие-то очень-очень-очень скучные, грустные и однообразные. Прям я какой-то сидел убитый. Убитый, прям убитый. Сейчас я прям покемарил 20 минуточек, у меня есть силы, целых куча сил. Я могу позволить себе поиграть и поиграть, и поулыбаться даже немножечко, возможно, возможно. Еще немножечко я тебя передвинул, и ты стоишь чутка правее, чем раньше. Сейчас ничего не изменится, я как смотрел в тот угол в камеру, так и буду смотреть. Но, возможно, возможно, меня будет лучше видно. Ой, опять Грязюка, мне написал один человек, Егор Жун, спасибо большое за комментарии, и ты прям меня, как это сказать, закидал комментариями полезными, хочу заметить. Понаписал, что вот тараканы от несвежести появляются, тараканы, ой, эти... Первый раз смываешь потом ёршик, потом вантус, потом, получается, что еще ты написал? Ты много что-то написал, короче, очень полезного много написал. Как бы так сказать, подрезюмировал. Резюмировал все, что там было написано ранее другими людьми. Объединил все в один... не в один, а в кучу комментариев, но под одним видео. Мне стало гораздо понятнее, мне проще это стало воспринимать, потому что я забываю предыдущие комментарии, пока прохожу следующую серию, следующую... следующую серию, короче, прохожу. Вот. Мы... ой. Дизинсектора давай вызовем, чтобы он у нас здесь, а, здесь, а... потравил всех тараканов, чтобы наши посетители... Привет, менеджер туалета, мы заприметили твой бизнес, да? Реклама, да, я только за. Реклама, это хорошо, нам нужно на что-то существовать. Что-то я хотел сказать, что-то я даже говорил, а что говорил, хрен его не помнит. Представляешь, забыл. Еще я убрал ветрозащиту с камеры... ой, с камеры, блях, мух, камера без ветрозащиты стоит, с микрофона, потому что он был очень громоздким из-за этой ветрозащиты. И, думаю, плеваться я сильно не стану, не начну, потому что, ну, с чего я плеваться-то буду? Я же... Я же не плюю в микрофон, правильно? Я достаточно далеко... Чего? Дезинсектор стоит, хоть точнее поливает всякой отравой в нашей кабинке. Достаточно далеко микрофон стоит, чтобы я в него плевал. Естественно, естественно, естественно. Пойдем за освежителем, сгоняем, чтобы пахло в нашем туалете приятно. И надеюсь, что в этой серии мы с вами закажем двух танцовщиц, а может быть даже и трех, пока еще неизвестно. Ой, а ты что здесь зависла? Непонятно. Так, давай один... Давай два купим сразу на будущее, чтобы... чтобы... уберись. Надпись. Чтобы потом не бегать. Чтобы потом еще раз сюда не гонять, чтобы знать, что у нас с тобой в запасе имеется еще освежитель воздуха. Женщина, молодец. Спортом заниматься, это полезно. Так, а где второй? А, второй вон там. Сейчас у нас и тараканы не будут заводиться, сейчас у нас и бизнес попрет в гору. Во-первых, из-за того, что у нас пахнет вкусно. Да нет, мне не нужно демонтировать дверь. Мне нужно разбрызгать здесь освежитель воздуха. Так, смыли. Тут надо смывать. Нет, здесь смывать не нужно. Ой, грязно опять. Что ж такое? Почему так часто появляется грязь на полу? Она наверняка рандомно появляется, наверняка она не зависит от каких-то факторов. Я думаю, что как тараканы, например, грязь не зависит от этого всего. То есть тараканы появляются, вот как уже написал Егор Жун, из-за того, что плохо пахнет, а вот грязь появляется, видимо, из-за того, что много посетителей или что-то такое. Возможно, я могу лишь догадываться и не могу это утверждать. Нигде в интернетах особо не пишут про это все. И я пытался что-то найти, как-то посмотреть, как там, что делается, что не делается. И пришел лишь к тому, что буду проходить самостоятельно. Девушка, прошу посетить мой замечательный общественный туалет. Там пахнет розочками и положен новый кафель. Я наверняка... Ты наверняка заинтересовалась предложением. Заходи. Вот. Пойдем проведаем нашего другана, который стоит у Валерона. за нашим туалетом. Привет. Тебе ничего не нужно? Валерон пианист. Здесь у нас все в обход счетчика идет. А здесь у нас... Ну, собственно говоря, тоже, потому что... Потому что... Потому что здесь сделалось все одновременно. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пум. Что можно еще сделать? Ой. Бежит, бежит. Какая радостная, счастливая. С облегчением тебя. 65 долларов. Евро. Доллары, 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 доллары. Пальчиком положил пятюньку. И все. И пошел дальше по своим делам. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ёршик уже нужен. Здесь нужен только смыв. Давай-ка ёршик возьмем. Чтобы нам не нужно было сейчас бежать с вантусом туда. И протрем. Потом смоем. И будет как новенький. Так. 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 Парарарапапам. Можно прикупить плиточку. Ой. Можно прикупить новый туалет. Какой-нибудь там покрасивее. Но пока что думаю, что этого делать не стоит. Деньги тратить в пустую. Нужно сгонять за кофейком. Есть ли он или нет, я не помню. Нужно сгонять сначала домой, а потом посмотреть наличие кофе, газировки и всех вот этих вот дел. Потом, если у нас этого всего не будет, сходить купить. Потом заказать танцовщицу. И, собственно говоря, все. Когда мы все это сделаем, у нас будет еще плюс одна девушка. Я думаю, нужно с Эвелин закончить. Чтобы она у нас была, так скажем, развита на трешечку. Мне написали, опять же, по-моему, тот же самый человек по поводу того, что три ночи... три раза я ее покормлю, а потом смогу провести с ней ночь. А оно мне нужно ночь-то с ней проводить? Это обязательно или... Так, я думал, он меня обмануть решил. А нет, не обманул. Так, а почему здесь зеленое, а когда разбрызгиваешь, вот этот вот кружочек не заполняется? С чем-то связано или просто здесь должно быть зеленое? Ну, тут не нужно распылять? Нет, не нужно. И здесь вроде бы как бы тоже. Ну, и ладненько. Не нужно, так не нужно. Пойдем сразу поспим, проспим... Нет, пойдем сразу посмотрим сначала, есть кофеек или нет, и насколько у нас заполнен холодильник. Потому что... Потому что девушек нужно кормить. Будь то танцовщица, будь то обычная девушка какая-то, с которой ты познакомился, обязательно ее покорми. Она станет доброй, как, в принципе, и ты сам после того, как покушаешь, станешь добрым. Закрыл дверь? Нет, не закрыл. Закрой. Вдруг кто-то к нам придет и обворует. Да, есть кофе, есть пицца, есть все. Давай тогда сразу ее и закажем. Ну, почему нет? Нет, не в статистике, мне нужно посмотреть ее в школе танцев, в IT и Эвелин. Эвелин. Вот, да, вот это вот. Вызов. Эвелин, впусти. Впусти. Выйдем и пойдем попробуем открыть дверь. Она, видимо, в тот раз так совпало, что она пришла как раз в тот момент, когда я открывал дверь. Так, сейчас я водички попью немножечко. и немножечко монитор подвину. Вот так вот. Эвелин, я тебя заждался уже, приходи скорее. Сил нет больше ждать. Эвелин, ну где же ты? Я иду к тебе навстречу. Ну, скорее давай. Я тебя уже не могу, не могу уже, заждался, сил нет. Пойдем, пойдем скорее. Эвелин, Эвелин, поднимайся по ступенечкам, пойдем танцевать. Я тебе заплатил целых 50 евро, я думаю, что тебе будет этого достаточно. Сколько времени уже? А времени три часа ночи, представляешь? Как робот ходит. Пойдем, пойдем, вот тут чего такое? А, в тот раз, видимо, так получилось, что я как она прям не успела позвонить даже. Я открыл дверь прям вот точь-в-точь в то время, когда нужно было. Ну, давай, тряси своими ляхами. Посмотрим мы сейчас на вот это вот представление покормим девушку и у нас будет с ней отношение двоечка. Я просто надеюсь, что ее также надо будет просто покормить и до трешечки, я думаю, мы с ней в этой серии разберемся. Хотелось бы, знаешь, в серии по одному этому, по одной девушке иметь, ну, как бы не иметь, а, в принципе, развивать с ней отношение до трешки и чтобы хоть что-то что-то у нас росло. Прямо пять секунд. Все, хоть что-то сделаю. Ты, наверное, этого даже не заметишь, а я вот эти вот так вот сделал и все. Наслаждайся! Кто бы мог подумать, что в симуляторе туалетного менеджера будут девушки, которые приезжают к тебе по вызову и танцуют всякие танцы? Мне казалось это странным до тех пор, пока я не увидел комментарий про 18+. Ну, типа, здесь не прям 18+, нет, нет, здесь 18+, здесь 16+, что она здесь трясется и трясется и ничего страшного как бы прям откровенного не происходит. Пойдем, помоемся, поедим, чтобы Эвелин от нас не сбежала из-за такого вот нашего внешнего вида и урчания в животе. Пойдем, давай, есть, Эвелин. Что ты все танцуешь и танцуешь? Я уже все, я закончил. Закончил уже и мыться, и есть, и насиделся, уже у меня жопа квадратная стала. Давай, 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 хватит танцевать, пойдем скорее. Или ты хочешь, чтобы я к тебе присоединился? Ну, давай присоединимся. Нормально танцуем, Эвелин, молодец. Молодец, Эвелин, давай, 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 давай. Я покидал бы в тебя деньги, но у меня у самого их нет. Так что извини. 35 евро я на тебя последние тратить свои не буду, они мне на еду нужны и на коммуналку. Ох, 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 вот это да, вот это выдает. Смотри, какие кульбиты. Давай, давай, хватит, пойдем, пойдем есть, пойдем есть скорее. Все, закончила? Сколько времени проходит, пока она танцует? Уже примерно 6 часов прошло. 6 часов без остановочных танцев, представляешь? 6 часов плясать, сколько у нее сил? Она, видать, плотно поела перед тем, как к нам пришла. просто иначе я даже не знаю, как это объяснить, что у нее столько энергии для того, чтобы плясать. так. Hello. Что у тебя пальцы такие кривые на ногах? Странные. А может, они кривые, может, так кажется. Чего тебе? Кофейку? Мне понравился танец, благодарю. Могу ли предложить тебе что-нибудь поесть или выпить? Да, разумеется. А кофейку она опять хочет. Смотри, вот эта девушка любит кофе. Я уже понял. Кофеек ей очень нравится и очень необходим. Ну, у нее сил вон сколько потратилось. Естественно, ей нужно бодрости какую-то придать. Как она без кофе будет? Так, что у нас? Нужно, нужно сахар. Сахарку. Молочка. А где молоко? Вот оно. Да куда ты бежишь? Куда? Куда ты прячешься от меня? Молоко. Ну-ка, 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 ну-ка. Сацит. 34 секунды аж целых у нас осталось с тобой. На. Выпей-ка. Что за звук такой? Благословение какое-то на меня сошло. Отношение до сих пор единичка. Почему? Оно не сразу обновляется, наверное, это отношение, да? Hello. Подожди, я сейчас прям приду. А то меня сейчас штрафанут. Там написал это Джо Егор Жун, что 56 евро с меня стащат, если я не уберу всякие вот эти вот... Она прям вон идет-идет-идет к туалету. Да? Или это не она? Нет, не она. А где полиция? Где полиция-то? А, она там вон разгуливает. Ну, ничего страшного. Значит, все пройдет как надо. сейчас опять придется играть в эти игры, которые вот, которые очень сложно проходятся. Отношения все так же единица. Почему? Я с ней что-то не закончил делать или что? Я ее не докормил. Я ее... Блин, 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 блин. У меня сейчас же туалет весь пойдет по одному месту. Давай мы уборщицу наймем, оплатим. Придет она? Нет? Откуда она должна идти? Я ее должен увидеть. Я вроде оплатил сейчас. Да, 30 евро у меня осталось, значит, я оплатил, потому что было 35. Просто это пока самый логичный вариант, чтобы мне не бегать, не... не суетиться, просто чтобы вот она... чтобы она, как это сказать... чтобы она пришла и там мыла. Благодарю. Опять тебя кормить? Да. Так, тебе нужна вот эта вот газировка. Я понял. На, попей. Успешно. Слушай, ты с каждым разом все больше и больше ешь. Мне кажется, это не очень правильно. Двоечка отношений с Эвелином. Отлично. Так, все, ты теперь ушла с хорошим настроением. Молодец. Комфорт минус один, комфорт минус один. А что случается-то? Пойдем, Эвелин, зайдешь ко мне в общественный туалет. Для начала посмотришь, оценишь, как он тебе. Ну, и пятерочку мне подгонишь, чтобы я хоть кэшбэк какой-то получил, что ли. Людей идет в мой туалет очень-очень много. То ли это от времени зависит, проведенного в игре, то ли еще что-то непонятным. Так, опа, подожди, 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 там нужно было... Прямо смыть надо было. Ого, ого-го. Это уборщица, что ли, или что? Привет. Ничего себе дамочка пришла. Ты будешь убираться? Вообще-то в мужской... А, в мужской туалет она пришла, значит, она будет убираться. Естественно. Ладненько, молодец. Пришла убираться, значит, пусть убирается. Здесь у нас что? Здесь смывать ничего не нужно. Деньги? быстро достаточно накапливаются, хочу заметить. Очень быстро. Так что в этой серии, я думаю, мы с Эвелин выстроим очень-очень хорошие отношения. Да не нужно мне дверь откручивать, ты что-то делаешь. Зачем ты так вот... Так-так-так-так, это... Такое дело делаешь. Я заговорился. Ну-ка, 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 мужики, отойдите. Я побрызгать иду. На тетеньку, на дяденьку, на всех побрызгаю, чтобы они все пахли очень вкусно. И... Да... Да что ж такое? Да не нужно мне... Закончится, прикинь, сейчас закончится. Не закончился? Повезло. Очень повезло. Ладно, давай вот это закончим. Баллончик. Соберем деньжатки. 70 евриков у нас есть. Вот это поставим на место, на законное. И думаю, что... Так, где полиция? Ну, я думаю, что если полиция ходит, она, наверное, ходит целый день, и после уже сна, естественно, она перестает здесь ходить. А так как я сегодня прочитал это сообщение о полиции, если я сегодня сделаю что-то со счетчиком, то наверняка полицейская, эта девушка из полиции придет ко мне прям прямой наводкой. Ну, а почему бы и нет? Правильно? Правильно. Sunrise. Попа кола. Pizza fast and hot. Я думаю, что нам нужно с тобой кофе купить за 2 евро и купить... Что вот это такое? А, 1 евро стоит отправить домой и отправить домой. То есть все, что мы потратили на нее, это 3 евро. 3 евро и 50 за вызов. Правда, я не знаю вообще, зачем она мне танцует. Мне же от нее нужно только лишь, как ее называют, танец. Мне больше ничего не нужно. Сколько времени сейчас? Сейчас время 21.58. То есть, если она 6 часов пляшет, значит, это где-то... Ну, пока она дойдет, пока мы ее дождемся, там все дела, где-то к 6 утра она от нас уйдет. Давай ее еще раз закажем. С Эвелин выстроим отношения достаточно успешные. Я считаю, что мы сможем сейчас это сделать. Где она там? Эвелин. Вызов 50 евро. Кошелечек распахнул. От ценника прифигел. Ну, а что поделать? Есть такие цены нынче. Как-то им выживать нужно тоже. Так, Эвелин можно здесь разглядеть? Ой, ой. Ну, видимо, нет, видимо, нельзя. Вон она идет, хорошая моя. Идет, такая, не спеша, не торопится никуда. она, видимо, дошла до дома, пошла вон туда и так вот-вот завернула, потому что... Или где у меня вход-то хоть? Да, хоть с рекламы упал, гляди-ка, как хорошо. Ну-ка, ну-ка, да что ты будешь делать? У нас здесь что-то есть интересное, нет? Или это просто пустая комната с кроватью? Видимо, пустая комната с кроватью. Выключатель здесь работает, это очень здорово. И здесь выключатель есть, и он работает. Так, здесь ничего больше нет интересного. Сушилка, полотенце криво висит, вот мне прям не нравится, когда она топорщится. Эвелин, ты где? Ну-ка, притворюсь, что я тебя не видел, но притворюсь, что я тебя очень сильно жду. Заходи. Дверь за собой закрывай. Никто не должен увидеть нас с тобой вместе. Ни в коем случае. Не, ну что, зачем на нас будет кто-то смотреть? Какие-то посторонние глаза. Угу, угу, что у нас там есть? А, я статистику посмотреть посетителей хотел. 15 посетителей сегодня, комфорт 41. У меня раньше было 49. Наверное, пропали туалетные бумажки, рулоны. И, видимо, нам придется с тобой их прикупить утречком. Утром пойдем, прикупим рулон туалетной бумаги, если нам не хватит, которые, тех, которые есть у нас уже. Разложим по держателям, по держателям разложим, и у нас прибавится комфорт. А если поспать лечь, она перестанет танцевать, можно пойти лечь спать и закончить, как бы сказать, ночь вот эту вот. Да, хочу поспать, давай попробуем поспать. чтобы вот это время не тратить с тобой, мы просто будем его не ждать, а спать. Она будет сидеть сейчас за барной стойкой? Нет, я не хочу сейчас спать, я уже поспал. И она все еще пляшет, значит, это не работает. Недейственный метод, способ, подожди, а, где телефон-то? Хотел статистику посмотреть и время посмотреть. Семь часов, хотя она должна была уже закончить, да? Но по всем канонам и по расписаниям она должна была уже закончить. Привет. Кофе? Мне понравился танец, благодарю. Могу ли я предложить тебе что-нибудь поесть или выпить? Разумеется. Кофе, давай кофе тебе сварганим. Это плевое дело, мы уже приигрались и научились кофе делать прям на раз-два. Ну-ка, 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 ну-ка. Сахарку теперь положим. Тик. И молочка. Вот где-то здесь молоко было, вот. Ну-ка, почему ты пропадаешь? Почему ты прям пропадаешь? Прям не хочет плавиться молоко, представляешь? Не хочет. Было как и в прошлый раз на 34 секундах. Красота. На, держи. Попивай спокойно себе. Наслаждайся. Вкусный кофе. Все еще двоечка. Ну ладно, я так понимаю, мы ее должны будем три раза покормить. То есть сейчас будет кофе, потом газировка, а потом уже какая-нибудь пицца или что-то еще. Да-да. Благодарю. Да. газировка. Так, газировка. Это вот это. На, держи. Не прибавилось ничего? Нет, не прибавилось. Да, все-таки три раза. То бишь, с каждой нужно, каждую нужно три раза вызвать. И по нарастающей каждая требует гораздо больше с каждым разом к себе отношения. Так, hello. Мне понравился танец. Благодарю. Могу ли я предложить тебе что-нибудь поесть? Разумеется. Опять кофе. Ёшкин кот. Куда ж тебя лезет столько? Я, конечно, понимаю, что сил ты много тратишь, но это ж не настолько. Кофеек. Ну-ка, 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 давай, 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 давай. Сахарок. Ледяной дверь скрипучая. Зашершавой стеной. Что-то там колючее. Тьма, наверное, или что-то там такое. Ну-ка, молочко, молочко, не бегай от меня. Молоко убежало, представляешь? 35, новый рекорд. Красота какая. Ну-ка, на, держи. Успешно. Все? Ты теперь с нами, друг? Друг? Да, отношения с Эвелин Три. То есть, а могу я с ней как-то поговорить? Или мне нужно, или мне нужно еще четвертый раз ее вызвать? То есть, если по четыре раза на каждую танцовщину, если на каждую танцовщицу будет уходить по 200 евро. По 200 евро их три штуки. 600. Около 640 евро, наверное, выйдет. Может, 650 на на все про все. Но это в целом-то немного. Это в целом очень даже приемлемо. Тем более, вон, сколько деньжищ? Могу еще одну заказать сейчас. А где уборщица-то? Она что, не ходит? Давай уборщицу будем нанимать. Она хорошо справляется со своей задачей. А можно ее на несколько дней нанять? Подожди, я что-то проморгал. Куда надо брызгать? Духанчик где-то стоит такой, что прям аж из глаз слезы затекут. двери не нужно демонтировать. не та задача, которую я хотел выполнить. Так, ну ладно, давай посмотрим, у нас сколько туалетной бумаги в кабинках. Так, здесь можно смыть и самому. Пока вижу. Так, сюда можно туалетку положить. А, осталось две, здесь видно, елки-палки, а я-то думаю, здесь вон две туалетки осталось. Так, ее вот сюда, здесь смываем. Ну-ка, откройся. И здесь одну туалетку, а здесь смывать не нужно. Комфорт плюс три. Сколько сейчас? 50 комфорт. Да, вот именно к этому я и стремился. 50 комфорта и еще 10 евро. Евро. Пойдем, сыграем в игру. с счетчиками, чтобы не платить за электричество, потому что, ну уж больно, больно дорого все это обходится. Я на кнопочку не нажал, я знаю, я очень долго, долго думал. Так, 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 где лофта? Что раньше, блин, проходил 150 раз, не знаю. Сейчас он, смотри, как бодро, резво получается. Даже разговариваю с тобой, представляешь, в это время? Ну, а шалеть. Ну, вот это, да, вот это делец, вот это молодец. отлично. Сацит, или как он там правильно, вообще сацес я привык читать, а тут сэсит, вот это вот слово непонятное. Так, 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 так. Все, готов дело. В обход счетчика запустил воду. Вам нужно пройти мини-игру. Да я уж прошел. Так, где отверточку потерял? Отверточку нужно было... Да что ты? Смотри, как встал этот ключ гаечный. Красота. Комфорт минус один. Так, уборщица, где уборщица? Почему она не моет полы? Почему у меня комфорт минус один? Не пойму. О, деньжище, смотри, сколько еще 20 евро. И еще пятерочка. О, да это я вообще, магнат туалетный. А здесь не нужно ничего делать. Она сама смывает, как бы, даже не на... Тетенька, отойди, пожалуйста. Ты очень красивый, но очень медлительный. Отходи. Она делает это все автоматом, что ли? То есть смывается все само, без ее, как непосредственно участия. Она просто рядом стоит, да? Ну, я так понимаю, да. Блин, смотри, денег сколько. Денег-то вагонами. Просто прет и прет. Ну, мы можем заказать аж целых две танцовщицы сейчас. И еще, я так понимаю, клиентура вон прет. Красота. Просто красота. Вот это вот мне нравится. Можно еще комфорта повысить за счет, например, другого унитаза. я могу два унитаза новых купить. И это будет как никогда кстати. Давай купим унитазы, пойдем. Можно старые продавать, мне написали. Как раз на том поддоне, где написано, что вы можете здесь что-то там сделать. Посмотрим сначала, сколько комфорт минус 3 рулона, я так понимаю, закончилось с туалетной бумаги. Этот комфорт 2 дает, этот комфорт 4. А, он дорогой. А, это что такое? 60. Это вообще 1. Можно раковину купить. Раковину и унитаз. Сколько он там стоит? А, 80. Блин, не войдет у меня в бюджет. Здесь 4, здесь 1, 40, короче, и 60. Можно, короче, купить одну раковину и дверь. И думаю, что на этом мы с тобой выиграем. Отправить в туалет. А, ну мы сейчас еще продадим эту, как ее называют, старую раковину и старую дверь. Так что вообще все отлично будет. Так, подожди. Отправить в туалет. Чуть мимо не прошел, представляешь? Бывает такое, бывает. Ты там стоишь, Валерка? Стоит. Радуется жизни. А вот у меня старая это не пропадет. Лучше вот так вот сделаю, чтобы точно никуда ничего не пропало, чтобы вот это в руках оказалось, а доход с рекламой, терапыры, нет, 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 вот так. Выставить товар на аукцион на 6 часов. Давай на аукцион выставим, вдруг что, вдруг пролетит, нормально все получится. Так, мы вот сюда, вот это вот, ну, возьмись. Вообще отлично, смотри, комфорт сразу прям подлетел. И, естественно, вот эту вот раковину, ну, соотносительно кабинки поменяю, да и все. То есть кабинку левую делаем, следовательно мы уже продадите что-то другое. А, я понял, то есть одно время, одно, в одно время, короче, нельзя продавать что-то, короче, несколько нельзя продавать товар в одно и то же время. Все, понятно все. 22 евро у меня есть, это я насобирал, ничего себе молодец какой. Ну-ка, отходи, ну, не мешайся. За тобой нужно смыть, сходить, смываемся и, естественно, идем вот сюда. Здесь грязюка есть какая-нибудь? Нет? Нет, здесь грязюки нет. И смывать ничего не нужно, вообще красота. Сколько время? Время 2 часа ночи. Угу. Время 2 часа и у нас с тобой 27 евро. Думается мне, что мы с тобой сейчас пойдем поспим, а потом займемся другой танцовщицей. Правильно я думаю? Да, наверное, да. Я считаю, что это будет самым логичным вариантом развития событий. Хотите поспать? Естественно, хочу поспать. Сейчас еще хочу помыться и поесть. Ну-ка, ся, дай-ка мне швелиться-то, хоть дай мне немножечко, ну. За 20 евро продал. А предлагал за 10, да? За полцены. То есть я сейчас продал за максимум, ну, за сколько купил, короче. За сколько покупал, за столько я и продал. Ну, это отлично. Это задвинь, пожалуйста. А, это не задвигается, это просто так стоит. Давай одну фасолину съедим. В целом, бизнес набирает обороты. Денег мы зарабатываем достаточно много. Аукцион на 6 часов. Может быть, кто-то подороже продаст, купит. То есть я не хочу терять деньги и почему бы не попытать возможность продать товар дороже, чем предлагается изначально. Тем более за полцены, но это вообще не круто совсем. Сейчас на деньги, которые у меня есть, я могу себе позволить купить дверь, еще одну. А унитаз 80 стоит, да? 80 унитаз стоит, это дорого. Комфорт 40... А, туалетная бумажка кончилась. Пойдем за туалетной бумажкой сходим. Унитаз это, конечно, здорово, но туалетная бумага всегда нужна. Отправить в туалет. Две штуки я покупать пока не буду, смысла я не вижу особо. Current Price 19. 20, смотри, растет и растет. За 20-ку уже продается. А за 15, да, по-моему, мне предлагали изначально его продать. Не, я не из таких людей. Я лучше подожду. Я лучше подожду, а потом, потом, будь что будет. Хоть за 15, хоть не за 15. Самое главное попытать удачу. От этого с меня не убудет, а плюсик какой-то я могу поиметь. Правильно? Правильно. Давай распылим духи. Везде, где только можно. Потому что посетителей будет ходить гораздо больше, если будет пахнуть приятно. давай руки, молодец, руки помыл, хорошо, тебе пахнет вкусно и в комнате тебя вообще, вообще красота. Ко мне можно приходить в общественный в этот туалет только для того, чтобы побрызгаться духами. Я же уже распрыскал, что ты придумываешь? Статистика 54 евро. А, время сколько? Время обед. Обед это хорошо. Люди прут. Потихонечку-то, потихонечку, но идут. За сколько там уже? За 26, шалить. Ну, я так понимаю, за 30-ку мы его издадим. Пойдем пока прикупим питание какого-нибудь, газировочек, там еще что-нибудь прикупим. вот эту вот. Да что такое-то? Почему ты не берешься? Вот эту газировку купим? Вот эту газировку купим? Попу-колу. Пиццу не буду покупать, это бессмыслица. Купим кофе? Две пачки. Ага, понял. Ну, что такое? Дай-ка мне отправить домой. Отправить домой и отправить домой. Отправить домой. И фасоль, давай уж, что уж тут греха таить. Хочется мне фасольки. Пойдем соберем прибыль. Закажем танцовщицу и закончим серию. А, ну и еще, естественно, потрем полы, если здесь есть такая необходимость. Ну, я ж нажал. Смыть есть необходимость, а вот протереть полы. Есть ли или нет? Да, есть, есть. Ой, оршик уже нужен. А вот здесь только смыть. Нет, ну зачем? Зачем ты так делаешь? Я хотел протереть грязь. Ёршик, 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 скорее, ёршик впереди. Нее нужно забежать и протереть туалет. То не дай бог, она сейчас в эту кабинку зайдет и все, и мне придется пользоваться вантусом уже. Так, 80 тугриков у меня уже есть, 85 тугриков. Ну, в принципе, нет, не пойдем пока соберем еще 5. Хотя, блин, а сколько время сейчас? Сейчас 17, уже нет смысла заказывать уборщицу. Я, кстати, хотел посмотреть, насколько можно ее заказать. Можно же ведь ее... Блин, нельзя нанять больше, чем на день. Ууу, прут и прут, смотри-ка. Прут и прут. Пойдем сейчас смывать за ними. Они жить не умеют. Ой, извините. Из... Оооо, уже засрали. Ёршик нужен. Вот так вот танцовщицы не дадут воспользоваться. Ну, не то, чтобы воспользоваться, а воспользоваться вызовом танцовщицы. Времени нет. Весь в работе, да в работе. Кончилась туалетная бумажка, я так понимаю, где-то у кого-то. Везде, сразу ёршик нужен. Я пропустил, видимо, момент, когда они требовали лишь смывания, и как-то так получилось-то. Вроде только что я везде смыл. Вот, например. А, ну, вот она сейчас зашла, и все. И все, и засорил бы туалет. Мужчина, отойдите, я буду протирать вам унитаз. Ой. Хотел было уйти. Так. И туалетку. Пойдем раскладывать. Мужчина, 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 отойдите. Здесь не нужно ничего. Здесь тоже не нужно. В женском туалете закончилась туалетная бумага. Вот, да, закончилась туалетная бумага в женском туалете. Смыл. И положил вот сюда туалетную бумагу. Красота. Так, денег со сколько, смотри. На двух танцовщиц хватит. Сейчас немножечко еще и на трех хватит. Ну, ладно, давай мы закажем сразу другую. Ой, статистика, зачем ты зашел в статистику? 56 комфорта. Это здорово войти. Далее Эвелин могу заказать, а могу заказать Мэдисона, Лили. Их четверо, что ли? Ну, давай Лили закажем. Ой, что, на голое, что ли, будет? Нельзя такого делать. Мне этого не нужно вовсе. Мужчина, отойдите. Я заберу прибыль, пойду туалетку положу там и с спокойной совестью пойду дальше. Ну-ка, положись. Угу, 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 угу. Давай, давай мне тоже деньжатки положи и иди своей дорогой. Так, ну, у нас на пути, ой, на пути, в планах Лили. Сейчас будем с ней все дела решать, завоевывать ее, так скажем, сердечко. Пойдем. Ой, а что она зеленая? Что с ней такое случилось? Она облилась зеленкой? Почему-то у нее зеленое туловище. Сама главная вся нормального цвета, а туловище именно вот талия зеленого. Мне кажется, это как-то неправильно, может, она больная чем-то. Может, заболела просто. блин, хрен знает, с кем не бывает. Может, ветрянка просто зеленкой намазалась, да и все. заходи, заходи, не стесняйся. Ну, что такое-то? Зачем звонить в открытую дверь? А у нее и ноги, смотри, зеленые. Есть у нее где-то грешок. Может, это фиона какая-то? Может, она сейчас в 0-0 превратится в... А, она уже превратилась. Я понял. Давай сядем, посмотрим на нее. Надеюсь, что не придется ничего вырезать. Надеюсь, что такая... Какая ты резвая, а? Ничего себе происходит, какие вещи-то. Мне кажется, у нее одна нога, это протез. Потому что, видишь, у нее стык какой? Вот тут вот. Хороший, пластичный, девчонка. У нее здорово получается. Только почему-то она цветом каким-то странным. Это боди, может быть. Потому что, это может быть чулки, а это боди, хрен его знает. Комплект какой-то белья, может. Ну, скорее всего, это чулки, а это вот, ну, не корсета, как эта хрень правильно называется. Боди, наверное, и называется. Блин, ну, здорово. Вот эта танцует гораздо более приятно, чем та. Но та была такая, знаешь, плотненькая, полненькая девушка, и она вызывала какое-то доброе, теплое отношение к ней. Ты куда в диван залезла, девушка? Отойди оттуда. А это такая она резкая, прям дерзкая, и она прям пришла, начала здесь танцевать, порядки наводить. Уф, танец робота пошел. Это что-то значит. Смешно. Да долго смотри, как она все делает. Вот дела вытворяет, вот вытворяет, вот вытворяет. Ну, очень затянуто все это дело, я как-то не особо понимаю, зачем это сделано настолько долго, то есть, ну, для чего? Это же ведь симулятор туалетного менеджера, это все-таки не симулятор стрип-клуба, зачем здесь все это вот настолько долго, тянуть, для чего все это нужно? Непонятно. Хотя в целом-то, блин, ну пусть танцует себе, да, наше время тратить с тобой. Даже пропустить никак нельзя эти танцы все с бубнами. Она пытается что-то показать, что-то сделать, но она же ведь танцует без музыки, без всего, хотя игрушка-то она такая, знаешь, уже давным-давно не новая, она, ну, как не новая, она полгода где-то есть ей. Хотя, наверное, даже побольше, чем полгода. Но не упади, не упади, смотри, аккуратнее. Мне кажется, она гораздо дольше, чем та танцует. А, вот сейчас еще 20 минут, 10 минут осталось, и она, все, она закончила. шесть часов они все танцуют. Мне понравился танец, ты великолепно, благодарю. Могу ли я предложить тебе что-нибудь поесть или выпить? Разумеется. Кофеек. Как раз мы для тебя его купили, я так понимаю, у всех будет одно и то же. Всем нужно будет кофе, варь, и что? Серьезно? Серьезно это было сейчас вот так вот сделано? Пойдем спать, ляжем. Просто если так сделалось, это прям вообще трындец. Я расстроен. Представляешь, неудачно познакомился с девушкой, с танцовщицей. Ну кто же... Так еще и мышка зависла. Вообще огонь. Класс. Хотите поспать? Нет, конечно, не хочу поспать. После такого я вообще больше не хочу спать. Ладненько, давай посмотрим, сколько времени. Что, ночь-то на улице, я не пойму. Я что, весь день проспал? Твою налево. Да, хочу, конечно, поспать. Давай поспим. Блин, обидно, обидно, обидно. Ну ладно, что поделаешь. Ну, получилось так. Давай на этом попрощаемся с тобой. Спасибо большое за просмотр. Ставь комментарий, пиши лайки. Обязательно увидимся с тобой в следующей серии, в следующих видео. И пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok